После своих дежурств молодые акушерки Самарского перинатального центра приходят на практические занятия, чтобы принять роды у манекена Маруси. Освежают в памяти основы профессии, которые могут стать рутиной, а также изучают новые возможности. Так как медицина – это непрекращающееся образование, то к повышению квалификации и обучению привлекают не только начинающих врачей, но и опытных специалистов. Анастасия Шагина в прошлом году стала лучшим акушером Самарской области, но продолжает ходить на семинары и конференции, а сейчас присоединилась к программе «Наставничество». Говорит, что больше всего учит молодых не медицинской части, а общению с пациентами. Человек должен быть добродушным. То есть без этого нашей профессии никуда. Это самое главное. Постепенно обучаем, как общаться с пациентами, потому что беременные женщины – люди, они как бы своеобразные. К ним нужно внимание, чуткость проявлять. Каждого нового сотрудника в отделениях Самарского перинатального центра под свое крыло берут опытные специалисты. Они помогают адаптироваться к работе, подсказывают в сложных ситуациях, рассказывают о секретах успеха в профессии. Все это приносит результаты. Молодые кадры больницы Середавина регулярно побеждают на различных конкурсах профмастерства и, что более ценно, успешно заботятся о своих пациентах. В родовом отделении это свои занятия, после родовом это свои занятия. В приемном покое это специфичное данное отделение. В каждом отделении есть свой наставник. Как только приходит молодой специалист, сразу же мы назначаем наставника, и он непосредственно с ней занимается в течение трех месяцев. Вся эта работа в областной больнице Середавина успешно ведется не первый год. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что важную роль в обеспечении благополучия региона играет подготовка кадров на предприятиях, и что важно развивать наставничество на производстве. Ведь приемы и методы наставничества помогают учреждениям вырастить достойную смену, а в больницах обеспечить высокий процент излечения больных. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.